К некоторым членам Оргкомитета за прошедшие две недели нанесли визит, или, точнее, назначили свидание сотрудники разнообразных спецслужб. Мы их не будем называть, потому что не имеем документальных подтверждений тому, что это является представителем именно этих названных спецслужб. Но, тем не менее, такие беседы состоялись. Мягко говоря, это было похоже на что-то среднее между вербовкой сексотов или попыткой политического влияния. Я хотел бы официально сказать, что в том числе подходили и ко мне, обещали очень много пряников, если все будет хорошо, и, наоборот, усугубление возможных проблем, ежели такого сотрудничества не будет. В пользу случая мне хотелось бы официально сообщить о том, что я, конечно, польщен честью, горд доверием, но вынужден отклонить это любезное предложение. Я полагаю, что действия политических партий должны быть свободны от действий внутреннего политического сыска. Мы понимаем, что ни одна государственная машина не может прожить без структур государственной безопасности, без действующей контрразведки. Но я полагаю, что было бы полезно заниматься угрозами внешними для России этим службам или заниматься угрозами террористическими, например, угрозой террористов Северного Кавказа, либо исламских террористов из Средней Азии или из Северной Африки. Мы организация публичная, легальная, которая категорически осуждает террористические методы действий, которая собирается действовать на поле легального русского национализма. И поэтому просим нас впредь освободить от подобных предложений. По-моему, сейчас нас, что называется, решили, малешко, проверить на вшивость. Типа, а, наверное, вот собрались какие-то люди, чего-то там такое себе объявили, программа слишком радикальная, а не проще ли их просто не разрешить? Они сами рассосутся. Так вот, мы не рассосемся. Это уже, надеюсь, всем понятно, а тем, кому непонятно, я надеюсь, что, называется, это будет донесено. В частности, за этим мы сейчас делаем эту конференцию. Так вот, мы не рассосемся. Если нас снова попытаются не зарегистрировать, что ж, знаете, была такая партия воля, довольно смешное название, но они себя оправдали. Они пять раз, по-моему, проходили регистрацию. Так вот, в конечном итоге либо у них кончатся аргументы, скажем так, либо у них кончится терпение, либо в конечном итоге может умереть шах, потешах, осел и так далее. Так вот, что-то да сдвинется. Просто мы никуда не уйдем, понимаете? Мы с политического поля не уйдем. Не признавая существующую политическую систему, мы, ради, собственно говоря, спасения населения страны, готовы участвовать во всех этих мероприятиях. Мы можем их не называть там выборами или говорить, что они фальсифицированы. Так вот, тем не менее, мы будем выставлять на них своих кандидатов. И более того, мы должны присутствовать на участках, мы должны эти самые фальсификации разоблачать. Мало ли в чем мы уверены, мы должны это показывать. И, кстати говоря, в этом отношении казус Навального может оказаться крайне значимым, в том числе и для мирового сообщества. Навальный человек известный. И вот очень интересно будет посмотреть, как сейчас эта самая наша власть будет изворачиваться, чтобы не допустить его до выборов. Да, мы намерены в этом участвовать, хотя бы ради этого. Субтитры создавал DimaTorzok